Здравствуйте, с вами я, Асей Мурмамедов. Сегодня собираемся обсудить тему возможной эскалации конфликта в Южно-Китайском море, который нисходит с полос мировых СМИ уже больше недели. За последние десятилетия многосторонний территориальный конфликт в Южно-Китайском море стал одной из потенциальных горячих точек в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Южно-Китайском море вновь усилилась напряженность. Несколько дней назад китайские вооруженные силы сопроводили и вытеснили из акватории эсминец США Бейнфолд, который пробрался в территориальные воды Китайской Народной Республики. Однако седьмой флот США заявляет, что Бейнфолд выполнил операцию в рамках программы свободы мореплавания у спорных Парасельских островов. Минобороны Китая считают это нарушением международного права и нанесением ущерба стабильности в регионе. Вслед за Соединенными Штатами в Южно-Китайском море в августе войдут и корабли из ударной авианосной группы военно-морских сил Великобритании. Независимо от того, какой будет потенциальная реакция Китая, заявил в интервью газете The Times британский министр обороны Бен Уайлес. Как мы видим, не только США, но и Британия бросает вызов Китаю в Южно-Китайском море. Учитывая то, что недавно британский эсминец Defender заходил в Черное море, анонсирование об ожидаемом появлении кораблей в Великобритании и Южно-Китайском море уже не вызывает удивления. И сегодня у нас в гостях профессор политологии Университета штата Тенниси Андрей Коробков. Андрей, спасибо, что нашли время и присоединились к нам. Здравствуйте. Сначала США, а теперь и Британия бросает вызов Китаю в Южно-Китайском море. Андрей, по каким сценариям, на ваш взгляд, будут развиваться события в этой экватории? Ну, собственно, то, что происходит, это вполне логично и вытекает из событий последних лет. Если мы говорим конкретно об отношениях США с Китаем, то уже очевидно, что Байден, который вел борьбу с Трампом в течение всех четырех лет его президентства и всячески атаковал внешнюю политику Трампа, он принял два основных постулата внешнеполитической концепции, которую закладывал, ну, можно сказать, в голову Трампа его первоначальный советник Стив Бенн. Суть этой концепции состоит в том, что центр мировой системы сдвигается стремительно из Северной Атлантики, где он был, грубо говоря, 500 лет. Северный Тихий океан начинает располагаться между США и Китаем, и Китай становится государством, которое бросает вызов США, новой потенциальной сверхдержавой, в отношении которой нужно начинать политику сдерживания, как это было в отношении Советского Союза. Поэтому США вот в последнее время, они начали строить систему обороны вокруг Китая, систему сдерживания, они усиливают свое военное присутствие в регионе, они пытаются сформировать новые альянсы со странами региона, особенно теми, кто наиболее напуган ростом Китая. И помимо этого идет вот наращивание вооружений и попытки как-то замедлить экономический рост Китая, в том числе через тарифные войны, введение других ограничений и так далее. Это первая сторона проблемы. Вторая – это то, что Китай, выдвигая свои требования, территориальные претензии к ряду стран региона, он, конечно, думает не только о политике, но и об экономике. Контроль вот этой акватории, он дает соответствующие права на использование ресурсов шельфа океана. И поэтому вот у Китая сейчас возникли какие-то территориальные споры, которые раньше имели место, но были в такой тихой спящей форме практически со всеми странами региона. Это и Вьетнам, и Тайвань, естественно, и Филиппины, и Малайзия, и Сингапур, и многие другие. И помимо этого мы видим, что Китай очень активно ведет себя в этой акватории, он стремительно наращивает свое присутствие в Арктике, он пытается получить или военные базы, или какие-то особые права и в Восточной Африке, и в Южной Азии, это включает и Пакистан, и Шри-Ланку, и целый ряд стран Персидского залива. И поэтому вот США беспокоятся и пытаются всяческие воспрепятствовать распространению влияния Китая, а также помешать Китаю получить дополнительные экономические права. Ну и третий элемент того, что происходит, он любопытен в определенной степени, он даже комичен, это то, что Великобритания, выйдя из Евросоюза, она пытается еще более усилить свою модель, которую она, собственно, уже ведет политически с конца Второй мировой войны, модель самого надежного союзника США, который готов за него выполнять какие-то скандальные поручения. И вот мы видели вот эту довольно странную историю с британским эсминцем в Черном море, то же самое мы видим сейчас в отношении Китая в плане каких-то активных действий Великобритании, которые иногда выполняют определенную работу за американцев с тем, чтобы конфликт, если он возникнет, был не между Китаем и США, что, конечно, чреватой эскалацией, а между Китаем и Великобританией как младшим партнером США, но партнером очень важно. Это для британцев создает особые отношения с США и позволяет где-то подогревать свое постимперское честолюбие, играть роль вот такой великой державы, которой Британия, в общем, конечно, давно уже не является. Андрей, в чем заключается вот американский и британский национальный интерес в Южно-Китайском море? Их интересы совпадают в этой акватории или нет? Главный интерес – это помешать Китаю стать второй сверхдержавой. Это главный американский интерес. Но помимо этого имеются и очень серьезные экономические интересы. С одной стороны, США как сверхдержава на данный момент все еще все равно единственная. Они пытаются сохранить свое монопольное положение в системе. А Британия, не будем забывать, что она не только вот такой младший партнер США, но это страна, которая была одной из ведущих колониальных держав в регионе. Это и Малайзия, это и Сингапур современный, и, естественно, Гонконг, и многое другое. И Британия пытается не только играть на руку США, но и вот продвигать свои и политические, экономические интересы. Поэтому этот активизм будет продолжаться. И вот, повторюсь еще раз, у него будут две цели. Первая – политическая. Это помешать Китаю стать реально страной-челленджером, страной, бросающей реальный вызов США в плане мирового господства. А второе – это помешать Китаю получить дополнительные экономические преимущества за счет контроля континентального шельфа и ввод в этом регионе. В прошлом году произошла довольно любопытная история. Госсекретарь США Помпео при Трампе спешно вылетел в Израиль и провел переговоры с израильским руководством. Ну, было много улыбок и рукопожатий, а вот за закрытыми дверями был достаточно жесткий разговор. Помпео выразил очень большую озабоченность США тем, что фактический контроль над торговым портом Хайфы в Израиле получила китайская компания, которая принадлежит китайской государственной структуре. И таким образом Китай, в общем, получил очень эффективный рычаг как экономического, так и политического воздействия на Израиль, ну и на весь Средиземноморский регион. И сейчас США вот очень четко ведут эту линию, пытаясь помешать Китаю, особенно через такие подставные формально независимые частные фермы, которые реально контролирует китайское правительство, получить контроль над портами, над судоходными какими-то путями во многих регионах мира, но особенно, конечно, в тех регионах, которые примыкают к Китаю, и где у Китая особый экономический интерес, а США пытаются как сдержать вот это продвижение китайских политических и экономических интересов, так и, ну, в какой-то степени, по крайней мере, обезопасить своих партнеров. Это и Гонконг, это и Тайвань. Гонконг, естественно, это уже не правительственные структуры, но гражданское общество и частные компании. Но это и Тайвань, это и Южная Корея, это и Япония, и целый ряд других стран, которые, ну, не просто с озабоченностью, а во многом со страхом смотрят на стремительное вот это расширение китайского, как экономического и политического, так и военного присутствия в регионе. Андрей, а в чем состоит стратегическая значимость этой акватории для Китая? И в политическом плане, и в экономическом плане. Ну, в экономическом плане понятно, что они хотят развивать в Москве шелковый путь. Что вы думаете об этом? Ну, для Китая это часть его традиционной зоны влияния, это часть вот периферии центрального царства. И, естественно, Китай считает, что у него тут есть особые права, и он просто возвращается к своей исторической роли, утраченной за последние два века. А США, естественно, этого не хотят. Они хотят, чтобы Китай, во-первых, не достиг пика статуса великой мировой державы, но даже в региональном плане они не хотят, чтобы Китай полностью подчинил себе этот регион. И помимо этого здесь колоссальные экономические интересы. Здесь находится ряд мировых центров, которые во многом важнее, чем многие страны. Это и Сингапур, это и Гонконг, это Шанхай в самом Китае, это Токио, это все более растущий Сеул. И поэтому, в общем-то, контроль этого региона, он дает и политическую, и экономическую, и военную власть. И США будут делать все, чтобы помешать Китаю установить контроль над этим регионом. И последний вопрос хотел бы вам задать по поводу, каков вообще риск эскалации конфликта? Есть такая вероятность или нет? Я думаю, что вот в данный момент стороны будут избегать прямого конфликта, но в будущем он вполне вероятен, потому что тут действительно очень забутанная ситуация с суверенитетом. Страны выдвигают многочисленные взаимные претензии. Это не только Китай по отношению к другим, но и многие другие страны по отношению к каким-то третьим государствам. И это будет продолжаться, и такие конфликты будут все усиливаться. Экономически все более будет реально осваивать ресурсы. Тут речь об очень многих вариантах. Это и минеральное богатство океана, это и транспортные пути. Мы знаем, что это одни из наиболее напряженных вообще судоходных направлений вокруг Сингапура того же. И поэтому трения будут постоянно расти. И надо сказать, что присутствие, например, в Британии – это осложняющий фактор. Потому что, хотя тут возможен конфликт, который формально не вовлекает США, скажем, между Британией и Китаем, но в то же время вот страны, скажем так, второго эшелона, они, как правило, действуют в таких ситуациях менее ответственно. Они не думают о последствиях, о которых думают сверхдержавы. Вот опять сошлюсь на то, что происходило недавно в акватории Черного моря. И британские эсминецы, и голландское судно. И, возможно, конечно, эскалация именно вот при привлечении каких-то вторичных игроков. И причем это не только юго-восточная вот эта Азия и Индокитай, скажем. Тут, естественно, есть вопрос Пакистана, есть вопрос Восточной Африки. И, в общем, напряженность будет расти, это уже ясно. Китай меняет свою позицию. Китай все менее ориентируется на избежание конфликта, подчеркивает, что он является великой державой и ведет себя достаточно жестко. Если раньше китайцы уходили в сторону часто, то сейчас они уже этого не делают. Мы знаем, что помимо тех регионов, о которых мы говорили, стремительно нарастает напряженность в районе Арктики. Китай технически не является арктической державой, но он стал наблюдателем в Арктическом совете. Он наращивает флот, в том числе ледокольный флот. И США с очень большой озабоченностью смотрят на активность Китая в этих регионах. Ясно. Спасибо, Андрей, за интересный ответ. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Спасибо.